всем привет наконец-то пришла моя долгожданная посылочка она должна была идти ровно сутки с чернигово в одессу доходят посылки ровно сутки но по условным связи с тем что с ним не погода снег на одессу напала розовая зона как на карте нарисовали в розовой зоне то есть снегопад сильный гололед и тому подобное на трассе все машины стояли посылка шла три дня я за не очень волновалась внутри орхидей к интересно в каком состоянии она дошла и как ее упаковала танечка из чернигово как она смогла пережить эту непогоду все-таки в машине на улице на трассе стояли грузовики и минус 4 где-то было ну сейчас посмотрим начнем распаковочку и так настал тот момент когда я начинаю распаковку посылки упаковали скотча мало обычная наматываю очень много у меня открылась коробочка мы посмотрим что внутри . какая и что мне там за сюрприз пришел опа вот так упаковано неплохо просто в коробочку упаковали дополнительно так хорошо смотрим хотя бы с ней ничего не случилось там такая должна быть красавица видно новая почта так упаковывать и чуть-чуть скотчем потому что когда люди упаковывают так они много упаковывают скотчем не жалеют это тут теплитель мне еще пригодится я своим подписчикам отошлю что-нибудь интересное кому что понадобится коробочка такая маленькая сюда может поместиться интерес так и так долгожданный сюрпризик открываем достойка махонькая чудо чудо из чудес интересно живая или нет в этом с цвета носиком бедненько наверно померзла вся не будет ни красоты никакой по смотрите как она подмерзла люди желаю вам лучше зимой орхидейки не заказывайте постричь листочек вяленький цветочки на должна быть такая красавица ободочек желтенькие должен быть а серединка бабочка должна быть ну тут не поймешь что вот таком состоянии пришла ко мне орхидейка корневая может она выживет еще надеюсь так торфяной этот стаканчик подсохший хорошо хоть это теперь будем ее отогревать отогревать что с ней будем делать для начала оставим в помещении сама посылка в коробке простояла два часа я не доставала а сейчас вот после прошествия двух часов я достала орхидейку вот таком она состоянии жалко мне я думала она будет не цвести радовать эти как цветочек засох хочу же рассмотреть что же так за цветочек интересно а рассмотреть не удается так как она бедная все обморозилась это по моему не бабочка а может и бабочка а вот похоже на бабочку эти крылышки вот эти вот боковышечки хорошенько но милую очень жалко сейчас будем ее отогревать нужно два часа обстояла что-то за корни такие дополнительные непонятно что это такое обматываю чем-то что ли так приступим для того чтобы оживить эту орхидейку она уже немного согрелась все я взяла теплой воды отстоянной немножко добавила воды из чайника чтобы она была но именно тепленькая теперь беру свой препарат любимый hb101 и капну на вот это количество три капельки можно было бы одну но не знаком но ей больше может она почувствует хорошую атмосферу и придет в себя теперь я ее замочил всю наверно вот так вот и сниму выму из горшочка эти корешочки опотрошим ее и будем пересаживать что-то с ней делать так как она бедненькая подмерзшая еще сухой абсолютно ком но он обрывается тоже хорошо вот ведь посмотрим корнилой корневая плоховатенькая 3 я рассчитывала ше посажу и вместе со своей бабочкой то что я купила у нас в городе и а тут такая бабу леточка пришла с плохими корнями посмотрите какие корешочки тоненькие несчастненькие не знаю может это они обмерзли я так хочу чтобы она отошла цвет красивый ярко-желтый с малиновыми такими краёчками вот так только хочет я думала ближе она будет видно не она попробуем вот видите какой цвет цвет обалденный красивый ярко-желтый она видимо должна быть бабочкой эти какие бочка красивая но она мне понравилась я видела образец фотографию не само растение вот это именно а фотографию в интернете у девочки и вот что пришло ну что пришло то пришло уже будем иметь то что имеем сейчас будем спасать я ее намочу вот так полностью замочу чтобы она постояла в этом растворчике некоторое время корневую я очистила подождем хотя бы часик и продолжим пока моя орхидейка приходит себя я хочу вам показать с какой орхидея я хотела ее посадить вместе с вот этой бабочкой я хотела их вместе посадить и было бы хорошо я вот эту черненькую малышечку отсадила в другое место посмотрите какая она желтым ободочком вокруг вот эта желтенькая второй цветочек расцвел когда я прошлый раз вам показывала один цветочек был а сейчас второй цветочек отошел вот расцвел они себя чувствуют очень хорошо обе я очень хотела себе представила такую картинку как они вот эта орхидеечка будет растистой желтенькой будет очень красиво в горшке но не думала что такая манюсенькая думала она такая же как это красотулечка были бы две одного размера она конечно бы доросла до такого размера но так как она подмерзла я теперь не знаю и не буду сюда сажать это только я вот эту черненькую помочу тем что буду ее взад вперед пересаживать и неизвестно приживется та или не приживется посажу ее пока в отдельный горшочек а эту орхидеечку была у меня посадочка хочу показать ее корневую систему смотрите как она себя чувствует в этой посадке видите корешок новый наращивает цветоносики распустила дальше свои все у нее хорошо цветы не сбросила ни один цветочек и на этой веточке на этой вот даже начали пробуждаться новые почки живые и черная также я ее в один день сажала купила в разные дни но посадка была в один день вот смотрите как это черненькая красавица я ее сейчас скажу как она называется где-то я писала написала вот на листике тайсука кабалич кабальчик она вот выпустила молодой листочек новенький у нее все хорошо и здесь понравилось абсолютно это посадочка этого листочка не было если бы я не снимала видео может быть я даже и не увидела бы этот листочек молоденький все у нее хорошо вот смотрите там корешочек он растет а посадку я производила керамзит мелкий и сверху присыпала мхом мох к самой шейке растений не дотрагивается только по краю мог для того чтобы сохранялась влага и была влажность воздуха еще вам покажу одну орхидейку вот расцвела желтенькая она так пахнет прекрасно видите какой красивый цвет сочный желтый сейчас попробую включить фонарик смотрите он какой желтый зеленый серединка какая обалденная сочный красивый расцветочка и пахнет так приятно два цветочка распустилась но еще вот видимо будет один цветочек корневая у него замечательно у него повредился вот так листочек то ли солнечный ожог то ли кто-то его покушал ну похоже что это кто-то подъел его но это ерунда дальше ничего не ест все живое все хорошее на жизненный цикл не влияет посмотрите какой дендрофаленопсис красивый расцвел уже распустил 30 . белый еще не думает выпускать когда он меня порадует не знаю здесь два в одном горшочки вот эти листики отсохли но это старые листики от того прошлогоднего когда в прошлом году цвела бульба с бульбовой был цветонос вот эти старые эти а это молодая пустилась молодого росточка она цветет на старых не цветет на улице мы до сих пор снежная погода ну правда все тает 4 градуса тепла с сульки с крыш сильно падает реанимашки сегодня показывать не буду возвращаемся к моей подмерзшей новой орхидейки что с ней будем делать не знаю вот эти листики нижние точно не выживут они аж прозрачные стали сейчас нужно ее высушить как ее высушивать конечно можно так перевернуть и оставить на некоторое время но я хочу вам показать как можно высушить и другим способом берем орхидеечку берем спончик и протираем листочки досуха в квартире тепло влага испариться остальное хорошо главное вытереть вот этих пазухах серединке листочков промокнуть хорошо лаву вот эти листики можно снять сразу ведь они аж прозрачные такие подмерзшие чего она будет их держать наверное сниму их сразу тебя бы она выжила так хочу так снимаем листочка так пополам разрываем и в одну сторону и в другую сторону тут молоденький корешочек чтобы его не повредить надо дополнительно разорвать потому что можно одним движением от этого корешочка легко избавиться потянуть и вот это вот красота маленькая то что живучие может оторваться мгновенно все наверное я не буду этот листик убирать вот этот посмотрим как он выживет вот ну допустим еще оставлю ее просохнуть на некоторое время но покажу вам что буду делать с ней дальше пока я не вытираю до конца потому что я переверну вот таком состоянии еще оставлю до сушиться чтобы стекла влага и пазухи все просохли все теперь беру маленький стаканчик для минечки подойдет вот такая рюмочка маленькая чтобы у нее беру этот раствор в котором она стояла наливаю на донышке рюмочки эти немножечко сумма можно еще меньше чтобы только корнюшечки нижние доставали влагу помещаю в стаканчик и в таком состоянии она будет у меня стоять получать антистресс в домашних условиях но не антистресс это я уже преувеличила наговорила немножко не то что надо так она должна постоять под этой подпорочкой под опору чтобы она не упала в таком состоянии она будет у меня стоять будем наблюдать за ее состоянием здоровья будем наблюдать за этой орхидейкой как как то за какое время она успеет адаптироваться прийти себя наврать тургор листиков оставим ее пока в покое на окно я ее ставить не буду там очень как бы прохладнее чем в квартире листики видите как подмерзли хорошо я ее оставлю просто здесь на полочке возле основных цветочков стаканчики эту жидкость которая с препаратом hb101 я полью другие свои растения всем удачи всем пока желательно зимой я сделала вывод себе орхидейки больше не заказывать видите в каком состоянии какие резкие изменения в погоде и в каком состоянии они приходят очень жалко смотреть на такую подмерзшую орхидейку до свидания